Еще накинули Гауссу 2 и просто добиваем. У нас есть Увердрайв, который вполне мы можем реализовать. Давайте, наверное, по 20 секунд накинем урончика. 3900 просто ваншотнули, но это благодаря, наверное, нашему дрону. Сегодня играю с Кризисом, который, конечно, урон наш повышает. Но с такой комбинацией, конечно, с Кризисом только, наверное, и играть. Огромнику давайте раз ваншотнули, просто уничтожили Мамонта. Давайте раз и ваншотнули. Можно еще сблизиться с противником, с тем же Арсом, который прожимает аптечку. Вот таким образом просто поджигаем, оставляем его на маленькое количество здоровья. Ну и наши союзники, по идее, должны просто его без проблем добивать. Давайте даже вместе с вами и уничтожаем Токауса. Давайте 1000 урона добивают наши ребята. Давайте сведемся сразу по двоим. Вот таким образом 2600-2200 просто отправляем на респ нашего противника. И даже на тяжелых корпусах ребята тут отыгрывают и не самыми слабыми дронами. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И в сегодняшнем ролике вместе с вами протестируем то самое устройство на пушку Гаусс, которое я уже в своем случае успел получить в нашей новогодней мини-игре под названием Поджигающий снаряд. Поэтому в свою очередь обязательно видеоролик поддерживать активностью в виде пальчика вверх. Обязательно делитесь своими комментариями под этим видеороликом. Пишите, что же еще в ближайшее время протестировать, потому что мы обязательно с вами еще вернемся к мини-игре и попробуем пройти дальше. Ну и конечно, может быть в скором времени уже что-нибудь новое протестируем. Поэтому в свою очередь, если вы первые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики, чтобы не упускать уведомления о новых видеороликах на канале. Напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тайгу создателя контента. А именно Immortal привязывайте о стройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Все подробные информации есть на нашем сервере в дискорде. Присняйтесь и ознакомьтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, наверное, быстренько с вами перейдем уже к устройству. Прочем в описании, что же тут написано. И дальше уже ворвемся в бой и вместе с вами оценим. Критический урон поджигает цель. При залпе можно поджечь несколько целей. Снаряды с зажигательным сердечником позволяют поджигать противников. Использование прицельного выстава увеличивает радиус срабатывания зажигательной смеси и позволяет поджечь сразу несколько целей. Вот такое у нас описание подобного устройства. Поэтому не теряя времени, давайте, наверное, уже с вами потихонечку выдвигаться. Я думаю, что как вариант сыграем в форматике осада. Как раз таки в том режиме, в котором достаточно много ребят кучкуется. И тем самым, возможно, что-то из этого путное получится. На вашем экране, кстати, информация появляется об этом устройстве. Как преимущество, так же не статки. Критический урон и прицельный выстав накладывают статус эффект горения на вражеский танчик. Время действия критического урона равен 4 секунды. Здесь как раз таки эффект на противника. 4 секунды, на протяжении которого времени противник теряет хп. Тем самым горит. Ну и прицельный выстав тоже позволяет нам на 4 секунды поджечь противника. Это может быть как один противник, так же несколько целей одновременно. Ну и радиус эффекта 15 метров. Вроде как радиус даже не самый плохой. Недостатки это критический урон, минус 50%, который у нас вполне на всех наших статусниках. К сожалению, вот такой показатель имеет. То есть это вполне уже считается нормой для наших пушек со статус эффектами. Поэтому загружаемся и уже с вами пробуем. Попадаем с вами на карту песочница. Формат, как я ранее говорил, это осада. Ну и сейчас будем, конечно, вместе оценивать. Давайте, наверное, сразу сведемся, дабы поджечь противника. 2,600. Даже кого-то цепляем рядом стоящего нашего планета. Давайте еще раз сведемся. Раз, 2,200. Неплохо. То есть средние танки мы не ваншотаем, но при этом достаточно оставляем малое количество здоровья этому противнику. Так, еще раз. 2,800 подожгли. Аптека, конечно, деактивирует статус эффект поджога, да и любой другой. Поэтому в этом случае, конечно, имеется свой недостаток в нашем ремкомплекте. Давайте, наверное, сразу по двоим зарядим. 2,200. Тысячу противнику также еще рядом стоящим наносим. Давайте выставим также на свитку. Зарядим урончик. 800. Добиваем. Шикарно. Также громик. Можно зарядить. 4,400. Просто ваншотаем легенду. Так, нашу уже практически ДН-точку забрали. Можно туда куда-нибудь в толпу свестись. Одному, который был с распасть неизвивностью, поэтому урон вовсе не зарядил. Хотя рядом вроде находился противник, который должен был получать. Но почему-то не зарядил. 2,600. Ваншотаем. Давайте, наверное, сосудичку Ароса попробуем с вами зарядить. К сожалению, молоко улетает. Вовсе не попал. Так, 4,400. То есть тяжело танк, если он играет с каким-нибудь дроном, кризисом, прожимая ДДшку, мы просто наказываем. Это, конечно, пока очень неплохо. Так, поджигающий эффектик. На самом деле, больше интересует меня. Но мы опять Ароса ваншотаем. Он как будто решил только ДДшки прожимать. То ли ДАшку не в нем, то ли я не знаю почему. Но вполне смотрится круто. Так, давайте еще раз попробуем свестись. И тут меня, к сожалению, уже наш противник добивает. Ну окей. Сейчас будем пробовать. Я напомню, что играю сегодня с драйвером на корпусе. Крусейдер, кому-то уже интересно. Довольно пыстненько позволяет нам копить убердрайв. Тем самым форматика сада тоже свое преимущество и плоды может приносить. Так, аптечку забираем. Кстати, уже резист от нас появляется. Но напомню, что поскольку мы имеем возможность не только носить противнику урон прям выстрелом, но еще и эффектом поджога во время критического урона, либо во время залпа, то тем самым нам, конечно, дается все гораздо попроще. 8 кинов, 1 смерть. Идем пока что очень даже хорошо. Давайте вот так вот зарядим. Подожгли рядом стоящего Ароса, кстати. Вот так вот. Одного разобрали, второй просто горит на протяжении 4 секунд. Так, Арос там уже пытается еще один выдвинуться. Давайте по мамонту накинем. Вот так вот, просто ваншоты. Можно еще сосуличку зарядить противнику по разу и просто разбираем. Можно еще раз вестись по Викингу. 2200. Рядом стоящий танчик. По-моему, урон тоже какой-то получил. Еще и поджог мы нанесли как раз по Викингу, который по итогу и догорает. То есть даже если мы не уничтожили средний танк, либо тяжелый, он продолжает гореть и тем самым теряет здоровье. Так, давайте по Гауссу раз и добиваем шикарника. Давайте, наверное, немного даримся, потому что Тесла это все же пушка, которая в ближнем бою имеет преимущество. Вот так вот даже на вскидку выстрел мы с вами добиваем. Так, Громику раз. Громик уже, кстати, прожимает броню. Но прожимает ДДшку, он просто начинает гореть. Аптека, конечно, не активировал статус. Но уже без аптеки оставляем. Давайте еще раз и добиваем. 4 400 просто уничтожаем. Ребята, даже с резистами пока что получают вполне неслабенький урон по самому себе. Так, давайте Гауссу зарядим, точнее, Смаке нашим Гауссом. Оставляем его тоже битый, поджигаем нашим статусом. Давайте, наверное, Гауссу понакидываем. Кстати, перезарядка вроде выслана в скидку довольно шустрая. Мне казалось, что с другими устройствами она подольше. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Поправите меня, если что, в комментариях. Ну и тут отправляемся уже на РСП. А пока что занимаем первую строчку и довольно неплохой миметрив. В нашей команде даже есть Капитан. Нифига себе. Вот это, конечно, с нами игрок попался. Но даже с ним мы пока что довольно держимся отлично. Так, давайте Арусу накинем еще урончик. Вот таким образом. Крит, на самом деле, именно выставлен на скидку. Я вот замечаю, пока что не самый частый, да. Но, с другой стороны, как раз 100% можем накладывать нашим залповым выстрелом. Давайте, наверное, попробуем ближе к точке. Выведемся как раз. Может быть, даже попробуем где-нибудь потом сосульку нашу резидовать. Так, Арус накинул. Давайте сосульку еще дадим. То есть, наш овердрайв не только может противника забатить на взятие мутета от пробития, от заморозки. Так, еще и нашим Гауссом мы просто противника бейтим, возможно, на выбор того самого мутета от поджога. То есть, уже, на самом деле, тяжело дальше что-то подобрать. Очевидно, потому что три статуса эффекта, которые мы можем с вами накладывать, играя на подобные комбинации, которые у нас сегодня. Это Крусейдера, Гаусс. И в этом, конечно, тоже свои плюсы, играя в подобных режимах и на комбинации. Так, давайте, наверное, Теслу накинем, который как раз нам далеко вряд ли чего-то накинет. Давайте, наверное, выставим на скрипку. Попробуем 300 урона не так много. Сейчас попробуем свестись, уже оставляю ее без аптечки. 762, подожгли немного, ну и там уже Фриз, наверное, потушил. Из-за этого противник, к сожалению, перестал гореть. 315 очков, 18 килов. Давайте, сейчас ведемся уже. Ну, да, на рассах, ребята, с резистами катаются. Вот так вот просто по четверым урончик залетает. Все троем, ребята, горят. Давайте еще раз накинем. Кто-то даже догорает. Еще раз накинули, уничтожили. Давайте, сведемся по смоке. Ну и тут уже, к сожалению, успел меня все же на смоке ваншотнуть наш противник. По резистам 4 штуки, друзья. Ну, сильно, конечно, ребята, зачтились от нас. Давайте накидывать. Я думаю, что даже при этом условии мы будем себя пока что хорошо даже чувствовать. Так, раз. Тысячу накинули Гауссу. Два. И просто добиваем. У нас есть Увердрайв, который вполне мы можем реализовать. Давайте, наверное, по 50 секунд накинем урончика. 3900 просто ваншотнули. Но это благодаря, наверное, нашему дрону. Сегодня играю с Кризисом, который, конечно, урон наш повышает. Но с такой комбинацией, конечно, с Кризисом только, наверное, и играть. Так, громику. Давайте, раз, ваншотнули. Просто уничтожили Мамонта. Давайте, раз. И ваншотнули. Можно еще сблизиться с противником, с тем же Арсом, который прожимает аптечку. Вот таким образом просто поджигаем. Оставляем его на маленькое количество здоровья. Ну и наши союзники, по идее, должны просто его без проблем добивать. Давайте даже вместе с вами и уничтожаем. Так, Гаусса давайте. Тысяча урона добивает наши ребята. Давайте сведемся сразу по двоим. Вот таким образом. 2600, 2200. Просто отправляем на респ нашего противника. И даже на тяжелых корпусах ребята тут тыгрывают. И не самыми слабыми дронами. Так, Кризиса уничтожили. И Громик там уже с вакуумкой пытается нас раздамажить. Давайте, наверное, с Маке накинем урончика. Вот таким образом поджигаем. 1900, наверное, нужно потехать чуть подалее. Потому что он пользуется преимуществом сплэш урона. Как раз таки от преграды. Поэтому можно даже, наверное, сблизиться как можно ближе к противнику. Тем самым он потеряет небольшое свое преимущество. И тем самым, как минимум, оставим его на маленькое количество здоровья. Ну и наши, конечно, тут без проблем просто справились. Давайте, наверное, поднимем к точке. Хотя на Гауссе, конечно, это лучше не делать. Но мы поджигаем противника. Отличненько. Давайте Громику накинем. Урончик ваншот. И поджигаем еще и Яроса рядом стоящего. Не, ну классно. Пока что мне это устройство вполне нравится. Хотя я бы не сказал, что оно чем-то лучше, чем наши остальные устройства на Гауссе. То есть, да, есть свои преимущества. Но, опять же, и другие наши устройства, которые имеются на эту пушку, тоже имеют свои плоды при игре и при использовании, конечно, их в наших поединках. Да, давайте, наверное, Громику накинем. Вот таким образом, просто ваншотным. То есть, Гром прожимает ДДшку. Мы в этот момент очень неплохой ловим. И просто его разбираем. Так, Твинсика разобрали. Отличненько. Давайте в ТЭСе накинем 762. Оставляем на маленькое количество ХП. Громику можно поднакидывать уронщика. Даже вблизи. Уже на пол ХП ставили. Уже можем, наверное, даже с вами в скором времени добить. Поджигаем его. Просто на одной ДАшке противника можем переиграть. Да, он тоже находится на ДАшке, но на тяжелом танке, а мы на среднем с вами, друзья. Оставляем на 0 ХП. Добиваем. Отлично. Давайте, наверное, Гаусс накинем. Вот таким образом 2300. Оставляем его без аптеки. То есть, очень хороший способ избавлять противника от той самой аптеки. Ну и по итогу там уже ваши союзники, если собьют, конечно, могут просто уничтожать без проблем. Давайте сведемся Пароса. Оставляем на маленькое количество здоровья. Надеюсь, что наши подедут, потому что точку так можно и по итогу потерять. Наносим еще урон. Хорошо. И точку обнулили. Давайте, наверное, может Пароса немного понакидываем на скидочку. Выстрелом. Поджигаем. Не, ну, на самом деле, порой даже крыты часто и вылетают, а. Даже выстрел на скидку мы вполне поджигающий эффект видим с вами. Опять подожгли нашим залпом, выстрелом. Давайте дождемся наших союзников. Но то, что резисты, ребята, взяли, 4 защиты от меня, это уже говорит реально о многом. Но это не помогает. Давайте громенько накинем 2640% защита. Блин, ну, пока что я доволен. 29 киллов. Напомню, что это устройство вполне со временем, если вы никуда не торопитесь, просто проходите миссию, можете получить даже без какого-либо доната. Но я думаю, что на этом я не остановлюсь. Буду проходить дальше, стараться какие-то устройства с вами тоже получать. И, возможно, в дальнейшем мы с вами в скором времени протестируем. Поэтому обязательно ролик, не забывайте поддерживать активностью. Мы с вами еще не останавливаемся. Будем сейчас доигрывать матч. Остаются еще две точки, которые нам стоит захватить. Либо же как раз-таки 3 минуты до конца боя. Давайте, наверное, может быть, сведемся даже по Гауссу. Успею, не успею. Вроде как должны. Восемьсот пятьдесят не так много. Наверное, Дашке был момент как раз-таки сведения. Давайте с Маке еще накинем. Восемьсот наши должны, по идее, добивать шикарно. Гаусса тут, кстати, я вижу. Давайте накинем на Нитре. Еще раз-таки кинем. Еще раз можно. И после этого, по идее, наверное, можно даже и добивать. Ну, по идее, должен догореть. Вроде как мало хп у него было. Хотя он прожимает еще ивердрайв. Давайте попробуем спрятаться. Можно сосульку зарядить в толпу. Ну, и как минимум, мы оставляем противника без аптеки. Но точку он забирает. То есть точки, конечно, мы тут начали потихоньку терять. И это плохо. Потому что с нами играет капитан, с нами играет маршал, с нами играет генерал. То есть по игрокам мы немножечко смотримся послабее. Еще и джесси, конечно, маленькая. Но при этом надеюсь, что не отдадим целиком бой. Потому что вроде ребята стараются. И, конечно, надеюсь, что у нас это получится. Так, давайте Арусу две тысячи сто дал. Оставил уже без аптеки. Можем, в принципе, давайте еще накинем. Сейчас можно залпиком просто навестись. Раз, уничтожили. Шикарно. Точку держим. Две с половиной минуты. Конечно, придется нам тут постараться, чтобы не проиграть. Гауссу накинул тысячу. Еще тысячу. Без аптеки оставили. Можно еще Тесли накинуть. Вот так вот. 762 оставляем без аптеки. Мне, кстати, интересно глянуть, какие иммунитеты игроки используют. Потому что поджога, по-моему, до сих пор еще никто не взял. Так, Гаусс, давайте. Оп. Накинули. Оставляем тоже с хпшечкой маленькой. Можно, наверное, пойти добивать. Да. Отличненько. Давайте еще раз Гауссу накинем, который как раз-таки без резистов. Тут уже Гром пытается. Но Громику будет непросто, скорее всего. Потому что ближний бой мы тут должны напрягать противника. Поджигаем сразу несколько целей. Оставляем без аптеки. Но и иммунитеты используют ребята от подавления, от оглушения, от пробития и инженера. Ну, такой вот себе, конечно, выбор. Давайте зарядим сосульку. Раз добиваем одного. Можно свестись также по Тесли. Быстренько. Наши уже даже на капитане игрок нагибает этих реагентов. Показывает просто мастер-класс. Давайте от труппика отыграем. Спрячемся. Гауссу можно еще зарядить тысячу. Неплохо. Давайте Громику еще зарядим. Вот так вот тысяча. Ну и, конечно, против резистов уже немного потяжелее. Но даже так мы держимся с вами хорошо. Так, давайте успеем. Успеем. Потроим. Поджог. Оставляем, по идее, без аптеки. Ребята прожимайте, чтобы не гореть дальше. Ну и наши тут, надеюсь, что справятся и разберутся с нашим противником. Минуту до конца, на самом деле, не должны уже проигрывать. Потому что реально с таким счетом формат осада не отдается. Тем более за минуту до конца. Можно, конечно, еще подъехать, успеть придержать. Возможно, и эту точку еще не дать противнику. Давайте, наверное, даже на дэшки наведемся на противника. Раз. Подожгли троих. Тут, к сожалению, пока что наших союзников рядом нет. Поэтому тут погибает довольно шустро. Ну и точка хоть и будет отдана. Но, опять же, в начале боя мы, конечно, хорошее уже преимущество получили над противником. Пока у него не было защиты. Тут же дальше уже решает, конечно, то, как ваши игроки играют. Играют, стремятся ли они победить. Возможно, переодеваются, подстраиваются под ситуацию на карте или же нет. Давайте с маке еще накинем. Вот таким образом 1900. Тут шарик уже полетел. От шарика вроде удалось немного спрятаться. По смаке еще раз можно накинуть. Ну и тут уже 9 секунд до конца матча. На самом деле неплохо. Я думаю, что если бы резистов ребята столько не набрали, скорее всего мы бы тут поставили даже некие рекорды по уничтожению противника. А так, в целом, неплохо, друзья. Делитесь своими комментариями обязательно под этим видеороликом. Не забывайте его поддерживать активность в виде патчика вверх до ваших комментариев. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если первые были на канале, не забывайте подписываться и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч.